Проблема заключается в том, что такой человек, вместо того, чтобы идти в храм, он пойдет, сядет в телевизор, будет кабельное телевидение смотреть. Кабельное. Или кабельное, правильно, я не знаю. Дефективы там он будет смысл. Как, как? Жизнь там? Да нет, моя хорошая, жизни там нет. Там есть сон души. Жизнь здесь. Жизнь начинается у человека, когда он сидит перед святым человеком и молится. В этот момент душа пробуждается, она начинает чувствовать судьбу свою. Начинает радоваться, начинает верить, побеждать судьбу. Начинает прощать своему мужу, который как бы не могла простить. Начинает принимать события, которое произошло недавно и отравило сердце. Вот там жизнь. А возле телевизора, где показывают многосерийный художественный фильм «Мертвые не потеют», 56 серия, там нет жизни. Они никогда не вспотеют. Жизнь только рядом со святостью идет. Душа пробуждается, там наступает жизнь. Человек чувствует все. Может победить свою судьбу. Он может простить реально. У меня есть один знакомый, он в Москве был заместителем перфекта по земельным вопросам целого района. Богатейший человек. Он свой коттеджик и поселок строил. И его компаньон его обманул. Как-то так хитро сделал все, что он остался без всего просто. И этот человек в результате сильно страдал. И это побудило его начать слушать лекцию. Начал слушать лекции, заниматься духовной практикой. У нас проходят такие духовные ретриты. А этот человек мучился несколько лет. Он знал, что надо простить этого негодяя. Но как бы, как простить не знал. Он сердце не выдерживало, кипело просто от того, что произошло. Понимаете, он верил этому человеку, доверял. Его тот разрушил, его возможности в жизни, средства его были разрушены все. И мы с друзьями проводим по воскресеньям такие погружения духовные, когда все вместе молятся. И в этот день у нас был настрой на прощение. То есть мы поставили изображение своих наставников, духовных учителей, мысленно кланялись, читали молитву, погружались в это состояние. И он тоже пришел на огонек. Он как бы не понимал, что происходит слишком сильно. Но он просто пришел и начал тоже следовать этим указаниям, которые я говорил во время молитвы. И знаете, что произошло? Он после, через два часа, он вдруг скачал, закричал. Я простила! Понимаете, это чувство для него было просто потрясающим. Его сердце возрадовалось, легкость сердца возникла. Он вспоминал этого человека и нормально, вспоминал и нормально, вспоминал и нормально. В сердце ничего нет. Все, жизнь совсем другая стала. Вот это жизнь! А если ты смотришь в Санта-Билиберду, в жизни ничего не меняется от этого. Да знаете, как они собирают на коттедже? Как и все. Это другой вопрос. В вашем сердце сейчас не любовь действует к этому человеку, а зависть. Это нормально. Вы поняли, как он насобирал. Но в этом нет сути. Суть в том, что он простил. Я об этом говорю. Каждый зацепляет свое во время моей беседы. Кто-то думает о прощении, а кто-то о коттеджном поселке. Которого у него нет. Это нормально. Но лучше думать о прощении. А не коттеджном поселке. Как он собирал. Вы же знаете, как они собирают. Что об этом говорить. Но это нормально. Каждый живет в том, если хочешь жить. Знаете, есть сознание пчелы, сознание мухи. Веды объясняют. И пчела хочет сладкого вкуса. Сладкий вкус сравнивается со счастьем. И пчела хочет сладкого вкуса. И муха. Но когда пчела летит за сладостью, внимательно следите, как человек побеждает судьбу. Когда пчела летит за сладостью, она ищет только нектар. Она смотрит, ищет только цветок. И больше ничего не хочет. Она цветок, 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 цветок. Нектар, нектар. Счастье. Она ищет только любовь. Энергия любви в цветке содержится в пыльце и нектаре. Там любовь. И пчела ищет только это. Она прилетает, собирает овцё на лапки и дальше, куда ни себе, ни ест, а несёт в улей. Она служит пчёлам. Она занята служением. Не принадлежит себе. Она настолько вдохновлена, что пчеловоды знают, что если расстояние большое, пчела может погибнуть по дороге даже. Она не замечает, как тело оставляет даже, когда летит. И они поменьше расстояния от нектара делают, чтобы пчёлы долетали, чтобы не гибли. И она, у неё только позитивное восприятие мира. Она только хочет нектара, всё, больше ничего не надо. И она служит постоянно, служит, служит, служит. Муха тоже хочет сладкого вкуса. Но по дороге она смотрит внизу, как бы она летит тоже к нектару, к сладкому, к чему-то. Но по дороге смотрит внизу, бардак. Лежит бардак. Ну то есть навалили вообще как бы не по месту, непорядок. И она летит разобраться туда, залазит туда разобраться. И потом там у неё семья заводится, опарыши. И всё уже. Она забыла про сладкий вкус. Она уже в этом Ге уже живёт. Веды говорят, что для развития духовного нужно сладкий вкус развивать. Нектар. Стремиться к нектару. Лучшее в людях видеть. Хорошее надо учиться в людях видеть, а не плохое. Учиться позитивное мышление, негативное развивать. Учиться видеть чистоту, а не грязь. У каждого человека есть грехи какие-то, сто процентов в сердце. У меня тоже есть. Если сейчас вы полезете в интернет, будете искать там про меня что-то. Там столько всего пишут. Если вы хотите с этим контактировать, ну тогда, пожалуйста, лазите и читайте. Но лекции вы не сможете тогда слушать. Будет отравлено слушание, отравлено будет сплетнями. Но если вы хотите знания, тогда надо по-другому действовать. У меня есть много друзей духовных. И у них много разных ситуаций тяжелых в жизни было. Но мне неинтересно это все. Я не хочу об этом знать. Я хочу знать их чистоту. Мне не надо знать их ошибки. Но вот у этого человека тоже очень много чистоты. Он сейчас занимается духовной практикой. Коттеджи больше не строит. Зачем мне знать, как он добыл эти деньги на коттедже? Зачем мне это знать? Это мне поможет разобраться в этой личности? Никак не поможет. Абсолютно. Это личность, сотканная из чистоты. Все, что было у него в прошлом, это меня не волнует. Мритюр означает смерть. Амритам означает два перевода. Первый перевод – это амрита, означает сладкий вкус любви. Амрита – любовь, сладость, чистота. Амрита означает бессмертие также. Смерть означает безнадега, безверие, оскорбление, злоба, ненависть, зависть. Амрита означает вдохновение, чистота, любовь, сладость, красота, вера, бессмертие. Думай и выбирай, в какую сторону тебе хочется идти. Если вы заболели неизлечимым заболеванием, если вас кто-то бросил, если ваша жизнь разбита долгами, если ваша жизнь уничтожена предательством, если ваша жизнь разбита тюрьмой, если ваша жизнь разбита зависимостью от чего-то, то знайте, что только амрита вам поможет. Амрита означает сладкий вкус духовной жизни. Амрита означает чистота сердца возвышенной личности. Амрита означает святость. Амрита означает голос возвышенного человека. Амрита означает вдохновенная молитва. Амрита означает усилия на этом пути. Все это побеждает, несомненно, тяжелые и неизлечимые заболевания, нищету, одиночество, тюрьму и так далее. У меня был один такой случай, одна женщина пришла ко мне, вот здесь в Омске случай, одна женщина пришла ко мне и говорит, что у нее сын болеет таким заболеванием психическим, что он, когда остается один дома, то он, ну как бы у него своя квартира, когда наступает приступ, он запирается дома, перестает есть и пытается покончить жизнь самоубийством. Если кто-то пытается войти в дом, то он сразу же пытается покончить жизнь самоубийством, то есть контакта с ним нет, он никому не звонит и не отвечает на звонки. Есть здесь эта женщина? Ну, не важно. Важно то, что эта ситуация произошла здесь, в Омске, лет 15 назад, наверное. И ситуация была такая, что женщина пришла ко мне и говорит, мой ребенок погибает, никто не может ему помочь. Я объяснил эту ситуацию. Я объяснил, что надо повторять, я желаю всем счастья, думать о святом человеке и постоянно жить в этой концентрации, не отвлекаясь ни на секунду в сторону. Она начала так думать. И постепенно, сначала она чувствовала, что сын ее погибнет в сердце. Это был объем работы, ее объем работы над судьбой. Она думала о святом человеке, кланялась ему, повторяла, я желаю всем счастья. У нее не было какой-то веры, у нее не было своей молитвы, она просто повторяла, я желаю всем счастья. Она накланялась к святому человеку. И постепенно в ее сердце чувство, что ее сын погибнет, начало постепенно уменьшаться. Тяжесть сердца начала таять. Она чувствовала, что сыну будет лучше. Потом в какой-то момент она почувствовала веру, что все будет хорошо. И буквально на следующий день после этого ее сын позвонил ей и сказал, мама, приходи, я хочу тебя видеть. Но при этом он был полностью вне себя, ничего не соображал. Она собрала пищи, она примешала туда транквилизаторы, чтобы вывести его из этого психического состояния тяжелого. И пришла к нему домой. Он открыл ей дверь, но она видела, что глаза его ничего не соображают вообще. Она его начала кормить, он ее подпускал больше никого. И никого не пускал в квартиру. Она его вывела из этого состояния с помощью лекарств и спасла ему жизнь. Это произошло здесь, в Омске. А теперь я расскажу вам, что произошло в Москве. Одна женщина, пожилая, пришла ко мне. Ее взгляд мне знаком. Этот взгляд означает, что человек скоро оставит этот мир. В ее взгляде было безнадега и чувство, что она полностью уничтожена жизнью, судьбой. Этой женщине было где-то, наверное, около 70 лет. Она пришла ко мне и говорит, я хочу умереть, я не могу жить. Я говорю, а что вас заставило так вот думать? Она говорит, у меня такая ситуация, я не знаю, сможете ли вы это представить. У меня маленькая квартира, маленький домик частный. И там всего две комнаты и кухня. Они все расположены паровозиком. Сначала кухня, потом комната моя, потом комната сына. Мой сын днем пьянствует и спит. А ночью включает громко телевизор и смотрит телевизор. И если днем я его прошу тишины, чтобы отдохнуть, он меня бить начинает. А если ночью, тем более, он мне не дает ни спать, ни жить. Стены тонкие, как бы домик деревянный. Она говорит, я так уже много лет живу, я не вижу света белого, я хочу просто умереть. Помогите мне что-нибудь, может быть подскажете, как мне оставить этот мир полегче, чтобы не мучиться. И я ей предложил молиться. Мысленно кланяться святому человеку, постоянно в молитве жить. И ночью ни в коем случае не думать о том, что я не сплю. Как только проснулась, начинать молитву. Проснулась, начинать молитву и не думать о том, что я не сплю. Проснулась, значит, надо молиться. Все. Пришла через две недели, глаза уже блестят победой. Она мне говорит, Олег Геннадьевич, я начала спать. Я просыпаюсь, телевизор орет, я начинаю кланять святому человеку, молиться, засыпаю сразу. Проснулась, опять начинаю кланять святому человеку, прощать сыну, молиться, засыпаю. Я говорю, ну вот и живите, слава Богу. Она говорит, спасибо вам большое, я так буду жить теперь, это какая-то надежда в моей жизни. Я чувствую себя очень счастливым человеком, когда такие вещи делаю. Я говорю, ну вот и живите так, больше вам не надо ничего делать в жизни. И она начала так жить. Она жила на пенсию, как бы у нее не было каких-то интересов больше в жизни. Она пришла через две недели ко мне и сказала, Олег Геннадьевич, вы не представляете, что происходит. В очередной раз как бы меня сын побил, а потом он приполз ко мне на коленях, когда я молилась, и сказал, мама, ты святая, прости меня, я грешник. Я как бы простила уже в сердце своем его в это время. И она, я начала гладить ее по голове и сказала, что не волнуйся, сынок, все это делаешь не ты, это духи действуют. Поэтому я принимаю все это. Я тебя ни в чем не виню. И тогда он начал рвать на себе волосы, кататься по полу, то есть он начал понимать, осознавать, что происходит. Прошло совсем немного, он перестал включать телевизор на ночь, она начала спать. Прошло немножко времени, он начал бросать пить потихоньку. Даже когда он начал бросать пить, она уже была счастлива. Она пришла мне и третий раз ко мне, и рассказала все это. Победить можно все в своей жизни. Лень души не дает возможности это сделать. Все, что угодно можно победить, любую ситуацию в жизни. Я видел, как люди, имея неизлечимое заболевание, злокачественную опухоль, побеждали свою судьбу, уже оставив тело с улыбкой на лице. Человек может победить, даже оставив тело, потому что это тело не является конечным пунктом нашей жизни. Но есть и те, которые побеждали свою болезнь благодаря душевной силе, силе души своей. Нет препятствий в этой жизни, нет преград для победы. Есть только невежество. В ведах есть такая молитва. Орудием знания победи свои сомнения, которые находятся в твоем сердце. Освободись с помощью молитвы от неведения. Поднимись в своей душе и сражайся за свою жизнь. Эти сомнения в твоем сердце, твоя скорбь, кажутся тебе проявлением твоих истинных чувств. А на самом деле это просто проявление отсутствия знания. Знание дает человеку энтузиазм, желание действовать, не забудуваясь в последствиях своих действий. Знание дает победу. И почему человек не побеждает судьбу? Потому что он бездействует. Почему он бездействует? Потому что он не знает, что делать. Все уже сделал, что мог. Ступор наступает в сердце. Надо заставить себя поставить изображение святого человека. Или святого места. Или святого имени Бога. Или святыню какую-то. Остатки святого. Ну, какие-то останки святого. Святые, которые вы принесли домой. Камень со святого места. Изображение святого места. Святую воду. Все, что угодно. То, что вдохновляет ваше сердце. Кланяться святыне. Я хочу быть чистым и светлым. Я хочу быть таким же, как ты. Я хочу выполнять твои заставления. Пожалуйста, дай мне ощущение чистоты. Дай мне почувствовать тебя. Я хочу, чтобы мое сердце было чистым. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Или молитву повторять в это время. И слушать голос человека, который вас вдохновляет. Слушать голос святого человека, повторять так же, как он. Имеется в виду эмоционально. Не в том ритме, как он. А в той же эмоции. Память включать о чистоте. Так человек должен проводить ранние утренние часы. Утреннее время — это время для победы над судьбой. Дневное время — это для труда. Вечернее время — для заботы о близких, для любви. Ночь — для отдыха и для зачатия детей. Так в ведах расписано. Каждое время предназначено для определенных вещей. Те люди, которые утреннее время спят, это значит, что они хотят побеждать жизнь. Они хотят умереть. Когда человек просто спит рано утром, лежит, не хочет вставать, это желание смерти, а не жизни. Потому что желание жизни означает заставить себя встать рано утром. Если человек будет спать поздно, он будет в депрессии находиться. Он не сможет победить судьбу. Победа над судьбой только рано утром происходит. Лучше читать молитву с кем-то. Если никого рядом нет, значит, тогда просто с голосом в диктофоне. Этого достаточно для начала. Существует несколько ошибок разума, которые приводят к деградации. Первая ошибка — это радости тела считать основными потребностями души. Когда человек искренне верит, что ему в жизни не хватает секса, комфорта, денег, выпивки, хорошей пищи, денег и зрелищ, тогда этот человек не сможет победить свою судьбу. Если он считает это основным, что нужно для счастья. Сердце такого человека не будет находиться в состоянии глубокой радости. Он не сможет испытать глубокие чувства, которые человек в своей жизни должен испытать. Это всё просто отвлечение от страданий. Вот эти развлечения все материальные — это хорошее питание, комфорт, секс. Это просто отвлечение от страданий. Человек в это время не получает счастья. Он просто отвлекается от несчастья. Потому что, чтобы получить счастье, надо убрать несчастье. Несчастье находится в сердце. Когда человек отвлёкся от несчастья, дальше что происходит? Радость закончилась, опять его приковывают к сердцу. Опять он... И вспомнил своё несчастье. Чтобы стать счастливым, для этого надо сжечь это несчастье в своём сердце. А не отвлекаться от него. А все внешние радости просто отвлекают от проблемы. Они её не решают. Поэтому, если человек знает, что есть радости тела, хорошо, нет проблем, отдохнули, поели, повеселились, на дискотеку сходили, всё нормально. Но самое главное — утром молитва. Это самое главное в жизни. Это приносит облегчение, побеждает судьбу. Если от вас хочет уйти близкий человек, если у вас тяжёлая болезнь, если у вас нет работы, если вы чувствуете себя одиноким и так далее. Это всё побеждается здесь сердце сначала, а потом приходит в жизнь. У кого так произошло? Поднимите руку. А у кого тяжелейшее событие было в жизни, и вы победили его с помощью молитвы? Есть такие люди? А? Вы победили? А, смеётся. Давайте ей микрофон. Ей, наверное, хорошо. Нет, нет, вы будете говорить сейчас. Микрофон ей. Если она ещё отказывается, значит, точно что-то важное знает. Меня сейчас не это интересует. Меня интересует ваш опыт. Я хочу узнать, как вы победили судьбу. Это для нас, для всех очень важно. Итак, что было? Какое событие? Нет, не работает микрофон. Включите. Помогите включить. Да, я, конечно, не хотела делиться. Это моя личная жизнь была. Ничего, это ещё лучше будет, если вы поделитесь. Это Бог вообще будет радоваться. И то, что вы говорите… Что это событие в вашей жизни произошло не для того, чтобы вам легче стало, а для того, чтобы вы им поделились. В этом самая главная его ценность. Хорошо, я расскажу. Я познакомилась со своим мужем, когда мне было лет 16. Я вышла замуж очень рано. Я любила, верила этому человеку. Я доверяла ему. Я даже не могла представлять, что кто-то когда-то меня может обманывать. И когда прожив лет 25, я стала понимать, что отношения наши рушатся. А что рушатся, я не могу понять. Я всё равно ему очень верю. И бывшей веры у меня не было ничего. И когда я поняла, что я живу во лжи, что от меня что-то скрывают, недоговаривают, я не хотела этому верить всё равно. И в одно прекрасное время мне пришлось это осознать и понять, что я живу во лжи. Я не живу с мужем лет 7 уже, но на развод я не подаю. И он со мной на эту тему не разговаривает. У меня началась очень сильная депрессия. Я стала слышать какой-то внутренний голос, непонятно какой. Я понимаю, что это я и не я. Духи, духи. Это я и не я. Я понимаю, что что-то со мной меняется. Мне ничего не помогает. Ночью на меня какие-то страхи нападают. Я встаю на колени, ночью, не ночью, утром, не утром я начинаю молиться на коленях. Мама моя смотрится, голову хватается. Дочь смотрит, сестра, все близкие мои, родные. Говорит, ты случайно с ума не сходишь? И когда дух, то не сходишь, да? Когда молиться начала, тогда сходишь. От этого очень хорошо. И только понимаю, это я. Что мне классно. Но я все равно продолжаю работать над собой. Дальше. Молюсь, читаю книги. И ваши книги читаю. И многих-многих людей Библию читаю. Каждый день читаю Библию по одной, две, три странички. То, что мне нравится в Библии, я пишу. Потому что я понимаю, что мой ум это все запомнить не может. Пишу. Начинаю говорить. Я стала видеть то, что не видела раньше. Как бы ко мне приходит видение. Я вижу, что мои родственники поступают все неправильно. Где-то совершает дочь мою ошибку, зять. Я начинаю им говорить потихонечку. Вначале они не хотят меня слушать. Но проходит время. Все, что когда-то я им говорила. Вот моя сестра. Ее муж вообще меня возвышает. Мои дети, мой зять, моя мама. Моя мама вышивает иконы тоже. Что произошло с этой ситуацией? Вы простили? Ой, мужу я вообще простила. Я его люблю. Я ему посылаю любовь. У меня даже нет никакой обиды, ничего. С дочерью общается, с внучкой общается. У меня нет никакой обиды вообще. Я понимаю, что такое в сердце держать обиду. Как вас зовут? Меня Римма звать. Римма. Любовь на чужих костях не строится. У меня нет обиды. Я рада, что я… Любовь – это другое. Не то, что вы сейчас сказали. Это не любовь. Это желание наслаждаться телом другой женщины. Более молодой. Вашим уже не понаслаждаешься, понимаете? Ну, в конечном счёте, он живёт один. Он в свою жизнь не улучшил, не на граммы. Я знаю об этом. Зачем мне об этом рассказать? Я вам говорю о том, что такое любовь и что такое не любовь. Любовь живёт в сердце человека и основана на служении. Бог соединяет людей вместе. А когда мы разрушаем союз законный, который создан Богом, мы идём против Бога. Тогда Бог даёт нам испытания. Он даёт нам возможность вкусить плоды вожделения, а потом разрушает нашу жизнь и наказывает нас. Это проходит в промежуток где-то от пяти до восьми лет. Вот это вот событие. Всё, что вы говорите, это не каждый человек может понять и осознать. Но вы говорите правду. Вы стараетесь каждую душу как бы спасти людей. Души эти спасти. Не надо меня хвалить. Мне это не поможет. Я вас слышу. Я хожу к вам не первый год. Я пишу ваши все лекции, не говоря уже, что я их слушаю. Всё, мы не об этом хотели разговаривать сами. Итак, вы просили человеку. Да, просила. Вам стало легче. Мне очень легко и хорошо. Кто вам помог? Я считаю молитву. Что вы ставили, какое изображение вы ставили перед собой? Ну, я верила в Бога. На что вы настраивались во время молитвы? Что вы помнили? О чём вы помнили во время молитвы? Самая главная суть молитвы — это память. Что вы вспоминали во время молитвы? Какая память у вас включалась? О чём вы вспомнили? Где святость жила в вашем сердце? Ну, я не могу это словами объяснить, но меня отпустило. Понимаете, мне стало хорошо просто. Вы говорите сейчас о наградах, а я хочу вас спросить о процессе. Мне важно, что вы вспоминали. Вы вспоминали икону, вспоминали… Пресвятая Богородица. Вы вспоминали Пресвятую Богородицу. Да, она мне всегда стоит. Вы думали о ней. Да. На небо смотрели. Это и есть ваша вера. Запомните это. Это суть всего того, что вы сейчас сказали. Это главное, которое есть в вашей сердце, и это главное побеждает вашу судьбу. Есть Личность, которая даёт вам победу. Это Пресвятая Богородица. Останьтесь в своей вере к этой Личности, и вы победите свою судьбу полностью. Вы даже не представляете, какая светлая жизнь вам предстоит. Но я понимаю, что это карма, наверное, какая-то была, что я так вот пережила всё это. И внутренне я не могу это состояние передать, потому что… У каждого человека должна… Всё, спасибо. У каждого человека должна быть такая Личность. Или святое место, или что-то ещё святое, что станет основой для победы над судьбой. Вы услышали меня или нет сейчас, о чём я говорю? Молитва — это не просто пустые слова. Они сопровождаются с памятью о чём-то. Если у тебя нет памяти о чём-то во время молитвы, ты не сможешь победить судьбу. Ум разорвёт тебя на части. Нужно память о чём-то. Нужно вспоминать что-то. Кого-то, чтобы найти кого-то, готов весь мир я обойти. Надо найти кого-то, понимаете? Святого человека надо найти. Надо святость в своей жизни найти. Конечно, чего же ему помирать-то? Может, жить обязательно, не обязательно ему помереть. Пускай живёт. Почему святой человек не может жить? Пускай живёт. Я знаю, что вы имеете в виду. Я шучу просто. Молитву вашу читать. Вы не знаете, какая ваша, ищите. А когда узнаете, какая ваша, читайте вашу. Кто знает, какая ваша, поднимите руку. Вот они знают. Если вы не знаете, повторяйте, я желаю всем счастья. Придёт время, узнаете вашу молитву. И изучайте разные молитвы в разных верах. Или в одной, если у вас уже есть своя. Следующее состояние, которое разрушает духовную жизнь, не оставляет камни на камне. Настоящее счастье рушится от этого состояния. Это состояние вызывает в разуме скорбь. И это состояние называется мечта. Поверь мечту! Поверь мечту! Поверь мечту! Скорей! Я говорю не про духовную мечту, а про материальную. Допустим, принц на белом коне. Такого замуж хочу, выйти за такого человека. А так как человек не появляется, это что вызывает? Скорбь! Или хочу дом красивый, хорошую работу. Ну, фотографировать сразу. Ну, вот как только скорчил гримасу, ну, фотографировать. У меня в гороскопе есть. Будут фотографировать, когда скорчу гримасы. Судьба работы. Потом в интернет выставляют. Вот, Олег Геннадь, смотри. Да мне все равно, реклама это не реклама. Я же просто общаюсь, мы с ней знаем друг друга уже 20 лет.